А что такое картинг для меня? Картингом я мечтал заниматься с детства. Картинг прокатный в Магнитогорске появился в 2003 году. До этого он был не в Магнитке, а в Москве. И вот я там в первый раз на нем и прокатился. Теперь тема другая. На картинге в Магнитогорске занимались и сразу те, кто балдел от автомобильного спорта. И по сути, и в тот самый момент я стал чемпионом города в своем весе. Ну а потом все это дело и закрылось. Хотелось, но не получилось. А вот затем в работу включился тот, чье величество в городе неоспоримо. Магнитогорский металлургический комбинат. И все стало просто. Везде и всюду на всех курортах заработали картинг-центры. Да, молодцы. А вот сегодня мы с гордостью представляем вам картинг-центр на центральном стадионе. Ах! Красота какая! Красота-то какая! И вот я наконец-таки вам показываю то, что случилось. В свое время я вам демонстрировал картинг на центральном стадионе. На крытом стадионе. Другого варианта у нас и нет. Что мы делали? Помнится, мы делали и соревнования, и все что угодно. И вот наконец-таки сегодня и сейчас мы вам это будем демонстрировать. Потому что вы понимаете, да? Вы пытаетесь ехать, но где непонятно. Вы пытаетесь на своих машинах рысачить по гололеду. Зачем это делать? Приезжайте сюда, поставьте эти машины. Покатайтесь, поймите результат. Здесь вы даже ничего не разобьете, потому что это круто. Это картинг. И вы в действительности покажете, как вы умеете ездить. Кроме всего прочего, вы еще сможете посоревноваться. Ну, со мной пока не получается. Еще два года я не смогу это делать. Вот. Но зато вы можете с этим делом посоревноваться с другим Алексеем Чулейкиным. Ну, то есть с моим сыном, естественно. Итак, когда он работает? С двух часов дня, с понедельника по четверг, до восьми вечера. В выходные и в пятницу работа начинается с двенадцати часов дня. К слову о том, что мы придумали. И к слову о нормальном зимнике. Соревнования будут проводиться. Я просто знаю конторы, которые дадут призы. А почему-то и нет. А что такое зимник? А вкуснятка. Вы помните, мы рысачили по льду на своих машинах. И такое случалось без нас, когда машины на льду и били. Там сложно. Самые сложные ждали эвакуатор. А он туда и не ехал. Самые простые ремонтировали свое авто. Здесь все проще. Ездите на абсолютно нормальных и грамотных картах. С приводом тормозов только назад. У каждого карта нормальное подключение к секундомеру. Ездите больше и получаете результат. И в скором времени мы назовем победителей января. В различных весовых категориях. А вот вы посмотрите, как катаются работники ММК. Я-то думал, что все, кто возвращаются со смены, как-то тормозят на гололёде. А нет. Есть и те, кто понимают, что гололёд – это наша жизнь. Шесть месяцев каждый из нас сталкивается с гололёдом. К слову, о тех странных и непонятных учениках. Прежде чем сесть за руль, вы сюда придите. Цены в разы дешевле. Прокатитесь, а потом за руль-то нормальный. И вы поймёте гололёд. Это, конечно, не для каждого. Но мысль одна. Все, кто хоть раз смотрел автостоп, осознают, как это делается.